Это был очень такой необычный момент, когда у всех в России появляется такое ощущение, ты являешься частью общества и ты с ними просто одновременно дышишь. Я понял, что следующий шаг неизвестен, а следующий шаг это всеобщая паника. И когда случилась пандемия, это все рухнуло по всем фронтам. Я осталась перед выбором, что делать, продолжать дальше работать или все закрывать. Может быть, в масштабах всей страны они мизерные, а вот для 350 человек, которые живут в нашем селе, это вообще самая важная проблема, которую надо было решить. В самом начале, когда в нашей больнице открылось отделение по работе с COVID-19, стало понятно, что распространение этой инфекции вызовет микрокатастрофу. А сейчас эта катастрофа приняла совершенно планетарный характер, но это нечто неизбежное. Так для молодого специалиста, для меня эта работа полна призыва. Я хочу работать с инфекциями, я специально для этого научилась. И сопротивляться пандемии изнутри я не могу. Я вот до этого незадолго был в США. Там коронавирус пришел чуть пораньше и чуть посильнее, чем здесь. Я понял, что это гигантский движок, который надо просто направить. А можно мы сегодня как бы это еще отдельно с вами поговорить по поводу запуска ЖЧ? Был момент, когда я пришел в фонд, мне сказали, что евреи, стоп, у нас теперь как бы не фонд профилактики рака, мы теперь будем другие, мы должны заниматься проектом по коронавирусу. Потому что если мы этого не сделаем, то и фонду хана, и всем остальным хана, и в общем, да, что-нибудь делать. Потом мы объединили фонды на одном портале и назвали его «Что делать?» этот портал. Мы, наверное, собрали средства за три дня. И за десять дней запустили сам проект. Самое удивительное, что он запустился, и ни одного бага, ни лага, и прочее, прочее. Вот так просто запустили, как будто он всегда работал. Ну, когда родилось название «Что делать?», до двоеточия, абсолютно стало ясно, какое там будет меню. Пациентам, врачам и больницам. Первое направление – это помощь больницам. В больницах, потому что нет средств индивидуальной защиты, там паника у врачей натуральная, не отказывается работать с студией вообще. То есть ты такой пуляешь в пространство, я куплю сизы, как бы, а там эхать и ответом. Ну, мы нашли регистрибу. В Ростове очень такой шаристый мужик, с повышенной честностью, с пониженной жадностью. Он землю носом рыл, он такие вещи находил. Не знаю, как он это делал, и что ему это стоило, но помогли 180 больницам по стране. Второе направление – это направление консультирования людей, которые беспокоятся, или пациентов, которые, в общем, больше болеют. Мы предположили, и здраво предположили, что основная масса нагрузки будет связана с паникой людей. Мы хотели дать им канал, через который они могли, не выходя из дома, свой вопрос решить. Надо ли беспокоиться вообще? Не надо. Мы сделали чаты с врачами-инфекционистами, и это очень здорово помогло, потому что, ну, огромное количество людей, что изломанулось тут же, как бы, ну, там, а у меня температура, что мне делать? Не выходить, не выходить, не вызывать, не вызывать, как бы, ну, и им онлайн отвечали тут же мгновенно. В проекте «Что делать?» я отвечаю на самые сложные вопросы от больных и родственников больных, либо я помогаю врачам на них ответить. У многих обращающихся в сервис людей родственники лежат в каких-то больницах, и они не очень понимают, что с ними там происходит, и почему им становится хуже. И мы объясняем, почему им могло стать хуже, что может медицина в настоящий момент, а что не может. И когда мы видим откровенно абсурдные схемы, мы можем говорить, что кем бы ты ни был, как бы ни текло твое заболевание, вот эта схема тебе запрещена, просто потому что она не работает ни при каких обстоятельствах. Я говорю, да здорово спасло ноги как бы участковых терапевтов, потому что они бы все их по коленке стерли. Ну, как мило это было просто. Думаю, о том времени, когда пандемия закончится, нам будут идти визы. Третье направление было связано с недостатком информации у врачей, потому что информация была адски противоречивая вообще во всех источниках монглоязычных и монглоязычных. Появляясь какие-то странные теории, публикации, абсолютно не проверенные с этим антидромицином, это, конечно, беда полная была. А поскольку у нас такая проблема, и нам она очень хорошо известна, что подавляющее большинство врачей, в принципе, не читают на английском языке. Мы перевозили гайдлайны вообще всех обществ для реанимации, и для педиатров, и для неврологов, и для онкологов. Там огромная библиотека по ковиду лежит. Извини, я что-то прям совсем смотрел на часы, и прям вот, да-да-да, все хорошо, еще все впереди, все классно, как бы. И, блин, как сейчас на часы посмотрел, говорю, е-мое. Было зафиксировано большее число заражений. И Национальная служба здравоохранения начала выяснять, почему в этом регионе показатели заражения не падают. На самом деле кажется, что врач – это какая-то, может быть, инженерная специальность, я не знаю. Но на самом деле это творческая работа. Здесь постоянно присутствует поиск. И ты очень часто находишься в поиске правильных решений и в поле несформулированных понятий. К сожалению, из-за этого возникает очень много ошибок, и в том числе фатальных для пациента. Но это просто такой естественный процесс, когда мы работаем с неизвестным заболеванием. Здесь нужно анализировать свои ошибки, группировать случаи и ставить себе какие-то ультиматумы. Единственное, что, конечно, да, хорошо бы они посеяли мокроту и кровь на антибиотику чувствительности. То есть поступали пациенты, вы им одномоментно ставили диагноз апелепсией или они уже поступали с апелепсией? Каргопинема – это обычно у нас следующий шаг. То есть если мы видим, что они не работают… Меня сегодня два раза будут снимать. Меня в школе снимали и сейчас буду снимать. Я просто в жизни всегда всем отвечала на разные вопросы про их заболевания инфекционные. Делаю это постоянно и по телефону, в социальных сетях. Просто спросить – это некоторый агрегатор такой. Это часть моей какой-то деятельности гуманистической. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прости, дорогая, еду. Осталось совсем немножечко уже. Хотя я бы сказал, что ковид ускорил изменения в работе фонда. Однозначно, совершенно. Это сто процентов так. Но я понимаю прекрасно, что надо будет дальше менять структуру с тем, чтобы переходить уже… Вот то же самое происходит сейчас со мной лично, как бы, потому что и мне самому надо поменять жизнь, чтобы перестать быть супертворческим и стать каким-то более функциональным, чтобы мы гибче, скажем так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кажется, что возраст уже не тот, типа того. Но вот мне сейчас 41, и как-то сам от себя ожидаешь, что ты, наверное, двое детей, жена, работа, все, пироги. Надо остепениться, наверное же, надо остепениться, потому что, блин, давай давать вещи своими именами, остепениться и постареть – это одно и то же. Вот я не хочу стареть, как бы, еще пока. Я думаю, что еще повоюю и вполне себе, как бы, побуду. Пока молодым. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Основное направление фонда «Облака» было, есть, остается и будет – это программная комплексная помощь женщине, которая оказалась в беде одна, наедине с бедой, с маленькими детьми. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чаще все выпускницы из детского дома раннее рождение детей оставил отец малограмотным. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот так похода меняется у нас каждую неделю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это не для съемок, это правда надо сделать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА До пандемии основной наш был доход, за счет чего мы получали поступление, на которое реализовывали нашу помощь – это частные пожертвования, пожертвования от попечительского совета, пошив эко-сумок и наш благотворительный секонд-хенд «Череди-маркет», где мы часть пожертвованной одежды продавали, это 10%, а 90% бесплатно раздавали. И когда случилась пандемия, это все рухнуло по всем фронтам. Я осталась перед выбором, что делать, продолжать дальше работать или все закрывать. Параллельно в этот же момент у нас резко возросло количество обращений. Это были звонки уже от тех людей, которые до пандемии, до потери работы никогда бы не обратились в фонды. Женщины говорили, знаете, нам через 3 дня нечего будет есть, и это было страшно. Мама, мочи! И мы начали шить маски. Мальчики, все! Там пояс! Заказы просто посыпались, сотни заказов посыпались. И самое главное, эти маски шили наши подопечные женщины. Мы нескольких женщин сразу обучились шитью масок, те, которые до этого шили сумки, и они, потеряв работу из-за пандемии, стали зарабатывать на масках. В 2020 году начался вот этот коронавирус, и я работала в торговом центре, мыла полы. Торговый центр закрылся, ну, и я без работы осталась. Есть нечего было. Она молодец, она никогда не сидит без работы, она всегда пытается найти работу. Но люди платят ей очень мало, и через несколько месяцев увольняют, потому что у нее нет элементарных навыков, как вот все аккуратненько делать. Полгода назад, когда она очередной раз потеряла работу, я сказала, все, хватит, иди к нам. Теперь я работаю в этом магазине, сортирую вещи, помню. Если бы они мне не помогли, я бы не знала, что делать. Наверное, так же бы и без денег сидела. Потом наступает период, когда я оказываюсь перед фактом. Я смотрю на доходы от магазина и понимаю, как здесь расходы магазина 80 тысяч, доходы 60. Я не могу тянуть магазин, что делать? Я посоветовалась, встретилась со своим очень близким другом. Он сказал, ты делаешь одну ошибку вот уже много лет. Ты делаешь фокус только на тех людях, которые нуждаются в помощи, голодают. Ты совершенно не держишь в фокусе людей, которым ты помогаешь, предоставляя возможность помогать этим семьям. Так я сменила фокус работы фонда. Работы будет много. Алло? Так, вот что ты, знаешь, я увидела в самом начале, когда зашла. Тебе кажется он модным? Нет? Просто кажется, да? Вы сделали разделение, да, получается? Я бы сделала все-таки по-другому. Первое, что я сделала, я изменила всю политику работы магазинов. Это благотворительность и контент, куда житель города жертвует ту одежду, которую он уже не носит. Одежду, аксессауры, обувь, посуду, мебель, все что угодно. Мне пришлось опуститься снова в свой проект и снова воссоздать все с нуля. Я делала все. Я сортировала, я мыла, я перебирала, я обслуживала клиентов, наклеивала ценники. Мы повернули нашу маркетинговую стратегию с фокусом на тех людей, которые помогают, приобретая у нас вещи. Сохрани свой экономический статус за небольшие деньги. И он сработал. Мы в мае увеличили выручку в пять раз. То есть у нас апрель показал 61 тысячу рублей, в мае мы сработали на 350 тысяч рублей. Я обожаю шлепку. Джамиля, это ваш цель. Для вас сегодня будет скидочка. Беру, беру. Я, конечно, просто опьянела практически от этого успеха. И когда я пришла в себя, я сказала, окей, я проверю в июне, мне повезло или это работает. Мы подтвердили в июне, подтвердили в июле, все. Я поняла, эта система, она уникальная. То, что я сделала, работает и мне уже не страшно. Все просили мне рассказать, какой же у меня золотой рецепт, почему я выжила и приумножила доходы. Бюджет фонда «Облака» в 2019 году был 3 миллиона рублей в год. Бюджет фонда «Облака» в 2020 году составил почти 13 миллионов рублей. Что мы стали делать? Мы стали в нашем швейном цехе переориентировали, переобучили швы и стали шить маски. Мы изменили полностью маркетинговую стратегию через маркет, чтобы увеличить продажи. Открыли колл-центр для того, чтобы быть на прямом контакте с каждым частным донором, который пожертвовал нам неважно какую сумму денег. Еще и гранты. Мы начали очень много писать грантов. Везде писали. До этого не писали и стали выигрывать все, что мы пишем. Это тоже нам очень сильно помогло. Я открыто этим делюсь, и люди все равно говорят, это магия. Это не магия. На мой взгляд, просто надо качественно работать, честное слово. Просто качественно выполнять задачи, которые перед тобой стоят. Все. Нет, я правда злюсь. Я не люблю, когда они так делают. Я с ними даже разговариваю. Это, наверное, от одиночества. Я им объясняю, что я серьезный человек, работаю на серьезной работе. И что они не могут писать мне молотка. Ну, кто меня слушает? Я не шучу. Нет, Кристи, это не твое. Кристи, уйди. Я тебе там все сделаю. Не волнуйся. Идет интересное кино. Оно мне тоже интересно. Тут мамочка мне говорит, уже ложитесь спать. И она очень сильно громко говорит. У меня уже голова чуть-чуть даже болит от нее. Я понимаю тебя, милый. Понимаю. И что мне делать? Я хочу вот досмотреть буквально, сделаем это кино и лечь спать. Что мне сделать? А сколько времени, солнышко, будет идти еще этот фильм, моя Заянка? И о чем этот фильм? Расскажи мне, ну, хотя бы кратко сюжет. Что это такое? Я хочу, чтобы у мамы была возможность, чтобы у нее был шанс. И чтобы ребенок, когда я спрашиваю, кем ты хочешь стать, вы знаете, дальнобойщик – это потолок. У них даже и мысли нет о том, что они могут поступить и получить хорошую профессию. Мне хочется для будущего, чтобы Влада на ноги поставить, дать ему то, что мне не дали родители. Обучить его. Жесть. Умно. Ну, чтобы по моим стопам он не ходил. Чтобы у него все было. Да, я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня, ну, вроде бы все есть. Квартира, работа хорошая. Больше, ну, и ребенок. Больше мне ничего и не надо. Мама, почему трубки не поднимаете? Ни ты, ни папа. После работы решила все-таки, мам, заскочить и забрать Сережика домой. Доехала прямо до сугроба впритык. Там буквально, ну, километр, наверное, еще оставался. И пришлось развернуться и обратно еду в город. Опять одна домой. Люблю вас и очень сильно целую. Сережа, дай, пожалуйста, послушать мое сообщение. Я и моя семья 7 лет назад приехали в село ВОХ. Родители военные. Мы много раз переезжали. И очень хотелось найти свое место и уже сесть. Для нас Село ВОХ стало судьбой. Недалеко от Саратова в селе гуляют олени, приходят не только к нам. В нашей такой совершенно обычной, часто неудобной, какой-то вот такой неустроенной жизни, вот есть что-то сказочное. Дуру. Так, поднимаемся. И вот они просто такой символ вот этой сказочности. И отчасти проект, который мы затеиваем. Ну вот они тоже, они почти как олени. Вот нечто такое сказочное в обычной жизни. Улиса Аси бы тут понравился театр теней показывать. Улиса Аси бы тут понравился. Улиса Аси бы тут понравился. Улиса Аси бы тут понравился. Вот эта грань, где моя семья, где вот у нас кипит работа. Вот, но надеюсь, мы в этом уведем порядок. До пандемического года где-то в глубине души чувствовали свою оторванность вот от тех проблем, которые стоят на первом плане у людей, которые неодержимы любовью к локальной культуре или мельнице. Мы говорили, вот лучше бы установили дорогу, или там лучше бы рейсовые автобусы запустили. И когда в мае стало понятно, что пандемия дошла до нашего села, то мы почувствовали, что можем проявить себя. И вот это тот самый момент. Дорогу мы точно не построим, автобусы мы точно не запустим. Но сделать так, чтобы у фельдшера были какие-то минимальные средства, чтобы оказывать медицинскую помощь, это точно в наших силах. Фельдшер одна на все село. Оказалось, что она 15 лет ходит с одним и тем же чемоданчиком и скорой помощи, в котором по сути не было ничего. Праздники прошли, да. Сейчас проверим все. И все. Ты хлорки заморишь всех. Я понимаю, я верю. Запишите, что надо спирту больше в медицину уделять, чтобы спиртовать всех пациентов. Благодаря гранту мы смогли купить тревожный чемоданчик, в котором было все для того, чтобы и пожилые люди, и те, у кого хронические заболевания, могли получить медицинскую помощь, даже не выезжая в село, не выезжая в районную больницу. Это искренняя радость не только фельдшера, но и жителей, которые узнали о том, что кроме градусника еще и хороший тонометр появился, и все-все ликовали. Моя мама работает в школе, и поэтому то, как система образования в это пандемическое время работала, мы знали изнутри. Школьники приносили тетрадку на проверку и передавали ее в окошко. В некоторых семьях по пять детей, и уроки делали по очереди, потому что был один телефон на всех. И все это называлось дистанционным образованием. Мы еще так удивились, что все это происходит в Орловской губернии. Ребятам, выпускникам из многодетных семей, мы с помощью гранта приобрели фланшеты, роутеры и оплатили интернет, чтобы к выпускным экзаменам было удобно готовиться, и чтобы учителя могли поддерживать с ребятами связь. Ой, пап, тут что-то свежие следы, кто-то ходил вокруг. Ко всем окнам подошли. Обалдеть. Я тоже говорю, следы нечеловеческие. Посмотри, посмотри. Да-да-да, вот-вот-вот след косули. Ну, косули в гости приходят, вообще великолепно. Ну, что вот в этом году было более важного, нежели чтобы у врачей были медицинское оборудование, инструменты. Что важнее, чтобы у детей были средства для того, чтобы продолжать учиться. Мне кажется, именно поэтому мы получили отклик, и такое количество заявок было одобрено. Ну, может быть, масштабы всей страны, они мизерные. А вот для 350 человек, которые живут в нашем селе, это вообще самая важная проблема, которую надо было решить. Ася, давай ты сядешь, а то я не могу. Или подожди, а то я не могу вас вместе сядь. Мама, Мама, иди. Ася, Мэма, жди тогда. А я готов буду. Ааа-ае-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Мама, Мэя, иди. Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Слезы все-таки превратятся в лучших. Спасибо. Прибежала. Молодец. Очень приятно, что из-за пранка городских сумасшедших мы постепенно переходим к помощникам. Существовало такое мнение, что мы просто мечтатели или Дон Кихоты, Говоруны. Мы реализуем какие-то свои странные идеи и проекты. А в этом году все эти казавшиеся странными идеи и дела они представились совершенно в другом свете. И сама жизнь, само время показало, что это все не зря, что это нужно, что это просто жизненная необходимость в какой-то момент. Путь какой долгий. Ась, не устала? Нет. Молодец. Хорошо, что не устала. Когда идешь по селу и видишь, что те дома, которые могли бы быть заброшенными, они оживают, их перестраивают, появляются новые жители в селе. Ну, кажется, что это вот то самое важное, ради чего стоило бы стараться. Красота, в которой мы живем, мне порой кажется компенсацией за какие-то вот бытовые трудности. Кажется, что это минус, а она так раз и плавно перетекает в плюс. Какая-то выпиющая бедность, а потом раз, возможность исполнить свои мечты, желания. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит мой дух, изнемогает плоть, рождая орган до шестого чувства. Я сегодня очень рада. Первое время мне казалось, что в Москве другие возможности. Эти возможности, которые есть там, они недоступны ни для маленьких городов, особенно дотационных регионов, ни для поселков. Но со временем пришла к выводу, что разница только в масштабе, в качестве разницы нет. Ты можешь добыть ресурсы и сделать максимальное то, что ты можешь сделать на своей территории. Да, вот этот маятник, он только начинает раскачиваться. И отчасти, я думаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть вот за этот год мы смогли показать жителям, что для самых разных проблем есть способы решения. Нужно пробовать, нужно пытаться их применить. После ковида стало ясно, что надо уже приводить в соответствие деятельность и устав. Вот тогда мы поменяли название. С фонда профилактики рака на фонд медицинских решений. То есть для того, чтобы это было, я достаточно давно ушел из практической медицины. В том смысле, что я лично, как врач, уже давно не занимаюсь, я не оперирую, я не принимаю пациентов. Но я фактически работаю управленцем. Просто с очень специфическими медицинскими знаниями, которые позволяют мне, в общем, коммуницировать одно с другим. Субтитры создавал DimaTorzok